Всем привет! Меня зовут Саша и вы смотрите канал Миле Лайф. Бывала ли у вас такая ситуация, что вам необходимо было срочно выйти куда-то в свет на какое-то мероприятие или торжество, но при этом совершенно не было времени на мытье волос и укладку их феном, плойками или любым другим способом. Если у вас такие ситуации периодически возникают, то я хочу вам предложить один способ укладки на немытые волосы, которая позволит вам сэкономить время и выглядеть опрятно и ухоженно на любом мероприятии. Для того, чтобы сделать эту укладку, вам понадобится расческа, зажим для волос, резиночка вот такая для денег, шпильки-невидимки, плойка, если у вас есть, то не помешают вот такие щипцы гофре и валик для волос, либо вот такая резинка из проволоки, которые, помните, были у нас в детстве. Я такую заказывала на Алиэкспрессе, но я думаю, что их можно найти и в обычных магазинах с аксессуарами для волос. Если у вас нет ни валика, ни такой резинки, то вы можете просто начесывать волосы в тех местах, где я буду применять такую резинку. Итак, прежде чем сделать такую укладку, нам необходимо создать объем на макушке, поскольку, если вы будете делать прическу на ту форму, которая есть сейчас, ну, допустим, как у меня, то прическа все равно будет смотреться слишком прилизанной и необъемной. Итак, чтобы сделать объем, я буду использовать щипцы гофре, вы можете обойтись и обычным утюжком, и технологию сейчас я вам покажу. На макушке волосы сперва зачесываем назад, далее выделяем тонкую прядку и зачесываем ее вперед. Выделяем еще одну прядку на макушке. Вот такую. Далее нам необходимо ее начесать у корня. И здесь вы можете, если у вас обычный утюжок, вот таким образом прижать волосы. Ну, а поскольку у меня щипцы гофре, я буду аналогичным способом пользоваться ими. Щипцами гофре я вот так вот зажимаю наш начес у корня. И так я прохожу примерно вот по 2 см, начиная от корня волос. И эту прядку перекладываем вперед и начесываем еще одну. Снова зажимаем щипцами гофре. И я предлагаю еще одну сделать прядку начесанную. Теперь эти волосы перекидываем назад. И нам необходимо также выделить две прядки слева от уже начесанных волос и две прядки справа. И проделываем все то же самое. Итак, после того, как мы таким образом придали объем нашей макушке, первую прядку, которую мы выделили из макушки, мы зачесываем также наверх. И ею прикрываем весь начес. То есть, таким образом у нас совсем не видно следов от гофре. Следующим этапом нам необходимо выделить небольшую тонкую прядку у лица. Ну вот, примерно такое. И все оставшиеся волосы мы собираем в низкий хвост на затылке. Закрепляем его резинкой для денег. Далее мы задаем объем на макушке, вытягивая прядки из хвоста. Вот таким образом. И получившийся объем фиксируем лаком. Далее все волосы, находящиеся в хвосте, нам нужно собрать либо на валик, либо с помощью такой резинки, либо просто начешите их и заверните как бы в виде ракушки. Далее эту ракушку нам нужно подкалывать шпильками или невидимками. Теперь мы должны оформить пряди у лица. Если у вас есть челка, то нужно начать с нее. Челку я предпочитаю вытягивать при помощи утюжка, немного закругляя ее. Примерно вот так. Итак, челка у нас уложена, теперь укладываем прядку, которая у нас осталась свободной. Уложить ее я также предлагаю утюжком. Мы делим ее пополам. Зажимаем утюжок у корня, волосы обматываем один раз вокруг утюжка. И вот таким способом вытягиваем до самых кончиков. Со второй части выделенных волос проделаем то же самое. И вот какой локон у нас получается. Немного лакируем его. Рассматриваем прическу и вносим дополнительные штрихи, если они требуются. Продолжение следует. Рассматриваем. 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 Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, данное видео было вам полезным. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам такая укладка или поставьте лайк. Всем пока!